От смоки вообще резистов не берут, считается, наверное, не столь популярная пушка в последнее время, хотя я считаю, что смока может просто закрывать кабинки, не чувствуя противников, но не все этого понимают, плюс лично я почему на смоке не часто играю, потому что, ну, стиль игры, вот стиль игры в этом формате, конечно, еще можно поддерживать, да, такой кемперский, поскольку точка захвачена, мы просто придерживаем и все. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero и сегодня будет тест вооружения смока с одним замечательным устройством, которое довольно доступное в целом для наших зрителей, поскольку это устройство продается в нашем гаражике за кристаллики, называется Адреналинчик. Кстати, в тот момент, когда выходит видеоролик, скорее всего, в гаражике присутствует скидочка в 50% на устройство, то есть вы можете сразу же после этого обзора, если, конечно, устройство вам зайдет, и в целом пушка смока нравится, приобрести довольно выгодно и уже идти в бой, стараться нагибать, по крайней мере, мы сегодня выясним, насколько это все эффективно, да, и в целом разберемся, с чем и в каких форматах и так далее можно это вооружение поигрывать. Друзья, если вы ждали обзорчик на подобное устройство, в целом вам нравятся обзоры на нашем канале, не забывайте обязательно поддерживать пальчиком вверх, ну и также, друзья, не забывайте участвовать в нашем розыгрыше по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal, привязывайте в настройках своего аккаунта и участвуйте в розыгрыше на безумное количество кристалликов, а именно 2 миллиона, ну и также разыграем горы танкой. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере, залетайте, будем рады видеть, ну и также не забывайте заполнить форму, которая есть в описании под этим видеороликом, либо же под любым нашим стримом. Я в свою очередь, друзья, вам желаю успехов и побед, и мы потихонечку уже, наверное, выдвигаемся. Во-первых, проверяю устройство на корпус, это иммунитет от пробития, за счетом как раз именно этот иммунитетик использованных корпуса, и также быстренько проверяем, что у нас по дронам вроде бы дрон-бустер. Да, дрон-бустер, который считается актуальным на легендах, я вам советую подобный дрон. В целом у нас есть несколько вариантов, которые мы можем себе позволить на легендах, и довольно приятные варианты. Это дрон-защитник, дрон-бустер и дрон-ловкач, который тоже в некоторой степени в некоторых форматах очень себя неплохо проявляет. Как вы понимаете, что дрон-бустер не так уж и силен, если мы сравнимаем, допустим, с дроном-брутом, да, лишь 15% прирост к урону, для тех ребят, которые, возможно, следят за нашим каналом, понимают, о чем идет речь. И в целом вы можете играть также спокойно в любом другом дроне, либо же в том же хотя бы дроне-брут, который доступен на более низких рангах, и тем самым вы тоже будете какое-то преимущество определенно получать. Да, не такое огромнейшее, но при этом тоже довольно цифры будут приятненькие. У нас устроится, друзья, адреналинщик, который имеет возможность, то есть это как бы можно сравнивать со смокой стандартной, то есть сравнение со стандартной смокой плюс. У нас есть прирост при минимальных показателях хп, то есть чем меньше у нас хп, тем больше у нас урона действует на вражеский танк. То есть максимально показатели, когда у вас мало здоровья, прям минимально-минимально, чуть ли мы не погибаем, прирост 33% урона. То есть довольно-таки существенные цифры, которые позволяют нам некоторые танки даже шокить. 2000, друзья, урона было. Но это, конечно, цифры прям такие симпатичные максимальные. У нас, кстати, закинула карта Песочница. По-моему, с последними изменениями из тех, которые я помню, на смоке у нас стала перезарядка. Чуть-чуть быстрее, буквально там на 0,2. Стала дистанция поражения, к сожалению, чуть меньше. То есть на прям безумно огромных картах, конечно, сильно не поиграешь, потому что на дистанции урона начинает падать. На таких, как Песочница, может быть, какой-нибудь Порост, Редалерта, Тишина. То есть карты, такие средние дистанции, можно спокойно отыгрывать. Довольно неплохое преимущество получать, если, конечно, у вас какой-то стиль определенной игры есть. Допустим, как сейчас в данный момент у меня, то есть кемперский, который позволяет далека вам разбирать противника, аккуратненько по нему дамажить. И, возможно, даже в некоторой степени не особо сближаться с ним, поскольку, ну, смока, может быть, один на один некоторые пушки переиграет. Хотя я честно в этом сомневаюсь, поскольку тот же Фриз, та же Зида, Жига, наверное, прям в притирочку. Если один на один прям с другом стоять и дуэлиться, наверное, все же Жига, Фриз, там, Зида, другие вооружения, скорее всего, вас переиграет. Поэтому ваш стиль игры должен быть таким аккуратненьким. Кстати, я прожимаю случайно овердрайвик. Ну, как случайно. Это, наверное, сработало автоматом, да, защита от Хантера. То есть, вижу ситуацию, которая, как бы, может нас привести к тому, что мы погибнем. В итоге юзаю овердрайв. Хотя играю зачастую, друзья, потому что на плодинщике, да, и когда вы знаете, что если юзаете овердрайв плодина, то никакие статус-эффекты на вас действуют. Поскольку я сегодня диктатор, и, как бы, я немножечко не привык к этому корпусу, не особо играю часто. Поэтому поторопился против Хантера, конечно, диктатор, и не стоит прожимать овердрайв. Сегодня сыграем, наверное, несколько матчей. Тем более, у нас матч этот точно не полноценный, в плане того, что мы загрузились в средину карты. Поэтому сыграем на другом, возможно, форматике, может быть, даже на другом вооружении. Именно в плане корпуса. Пушку, конечно, устройство пока что не трогаем, друзья. Но если вам будет интересно, другой устройство. Потому что если мы быстренько сейчас в гаражик забежим, пока никого рядом нету. У меня в смоке, как вы видели, довольно большое количество устройств, которые есть. И, возможно, были, допустим, челленджи. Возможно, в скором времени тоже будут. И в целом, может быть, где-то мы получали за какие-то определенные венты, либо же выбивали. Поэтому если какие-то есть интересы к каким-то определенным устройствам. Потому что у меня есть интерес, допустим, к устройству оглушающий снаряд, который оглушает противника. Довольно в последнее время частенько тоже бывает пользуюсь, если я девайс в смоку. Поэтому если вам будет интересна подобная тематика, то не забывайте, во-первых, пальчиком вверх поддерживать. Будет максимально приятно. Ну и, во-вторых, не забывайте оставлять в комментариях, что вам интересно, допустим, то или иное устройство. Если же ваш комментарий поддерживают наши остальные зрители, то я понимаю, что тема интересная. Не только вам, еще и нашим зрителям. Мы быстренько идем, да и записываем какой-то ролик с тем или иным вооружением. Друзья, но крит, если честно, у этой смоки довольно очень приятный. В некоторой степени просто, не знаю, два снаряда и противник просто отправляется на респаун. Понятно, что нам раздал вердрайв диктатор, получается. Но мы тоже играем сегодня в диктаторе, который позволяет нам будет во время вердрайва такие знатные цифры заряжать. Мы сейчас, кстати, можем прожать его вот так вот красиво. Оп, тысяча урона. Кстати, парень играет на Титанчике. И, кстати, глянем по резистикам. По резистикам, насколько много резистов от смоки. Но чувствую, что ни одного резиста от смоки нет. Да, от смоки вообще резистов не берут. Считается, наверное, не столь популярной пушкой в последнее время. Хотя я считаю, что смока может просто закрывать кабинки, не чувствуя противников. Но не все этого понимают. Плюс, лично я почему на смоке не часто играю? Потому что, ну, стиль игры. Вот стиль игры в этом формате, конечно, еще можно поддерживать. Да, такой кемперский, поскольку точка захвачена. Мы ее просто придерживаем и все. Вот, допустим, в том же формате за хатфлага я, конечно, стремлюсь в атаку. А в атаке переигрывать пушку, которая там имеет, допустим, как фриз, довольно безумнейшие криты. Еще и на ближнейшей дистанции. Там, конечно, меня на раз-два уничтожат. Поэтому стиль игры просто не подходит. Поэтому зачастую этой пушкой не пользуюсь. Но для вашей игры, если у вас как раз подобный стиль, который мы сейчас используем, это, наверное, довольно идеальный вариант. Поскольку тот же Гром, который в последнее время, честно, мне совсем не нравится. Почему-то вот разработчики над ним прям немножечко поздевались. Довольно такой слабенький урон. Сплэш Грома тоже в некоторой степени на маленьких дистанциях. Вам только мешает. Вы сами по себе дамажите. А поэтому, если вот выбирать из двух вариантов, Гром либо Смаку, я бы однозначно пока что брал бы Смаку. Бой завершается, друзья. Ну, сыграли максимально быстро и уверенно, как по мне. 24 кила, 2 смерти, друзья. Шикарно. Шикарно сыграли. Может быть, противники самые сильные. Но, друзья, мы играем против легенд. Понятно, что не все легенды разбираются в нашей игре. Но мы стараемся в нашем канале как раз немножечко поделиться, чтобы хотя бы улучшить ваш гаражик. Может, в какой-то степени, возможно, какие-то моментики подчеркнуть. Чтобы вы немного владели теми или иными вооружениями чуть-чуть лучше, чем ваши соперники. Поэтому, как бы сыграли против легенд. Как бы легенды и тваживания такие же, как у нас. Понятно, что цифры отличаются. Но при этом джески, конечно, безумнейшие. Многие ребята до сих пор даже дронами, к сожалению, не пользуются. На диктаторы мне очень сильно понравилось. В целом, корпус, наверное, подходит любой. Если вы, конечно, хорошо владеете именно вооружением. В целом, даже на васьпике можно катать. Хотя, мне кажется, к васьпику лучше какой-нибудь фризик. Но я думаю, что любой хороший игрок, который, во-первых, имеет хорошее вооружение. А во-вторых, может подобрать его грамотно, чтобы играть. Можно чем угодно красиво отыгрывать. Давайте теперь мы взяли, получается, плодинчика, на котором попробуем тоже сыграть. Этот корпус тоже довольно безумный. Тем более, с последними обновлениями и изменениями. До сих пор его пока что не понерфили. Тем самым, он остается довольно безумным, актуальным. Который имеет довольно безумнейшее количество преимуществ именно во время овердрайвика. Также средний корпус, как диктатор, только левитирующий, на котором проще играть, конечно, на мышке. Либо же с мобильной версии. Поэтому вы не забывайте это учитывать. Играть на клавиатуре, на таком вооружении, конечно, будет тяжеловато. Я, наверное, не советую. Хотя, многие ребята даже на клавиатуре отыгрывают более-менее плохо. Но это, конечно, не тот уровень, который мог бы быть, играя просто на мышке. Мы также продолжаем, друзья, играть. Получается, нас макеосы только по ладинчикам. И получается, против играют ребята, которые отключают припасики. Мы можем, наверное, себе позволить взять и мунтет от них. Я предполагаю. Хотя, наверное, не будем торопиться. Поскольку там есть Харёк, который пробивает. Есть Крусейдер, который тоже в боевой тактической ссуле может пробивать. Дрон мы не меняли, друзья. Поскольку дрон, как по мне, ну, неплох. Довольно можно, конечно, с защитником играть. Лавкачи, наверное, в этих форматах не советую. Поскольку вам тут не за кем гоняться. Главное, чтобы вы уничтожали и держали, возможно, как можно дольше дочку. То есть, два варианта. Либо защитник, либо же тот же бустер. Карта довольно приятна. То есть, для этой смыки, конечно, на этой карте максимально приятно будет играть. Главное занять какую-нибудь позицию, которая позволит нам отыгрывать. Так, где-нибудь сдалека накидывать. При этом не подпускать, может быть, танки к себе поближе. Поскольку тот же Фриз, который перед нами был, конечно, один в один. Нас на маленькой дистанции просто может переиграть. Но поскольку мы дистанцию соблюдаем, тем самым не даем рикошетику попасть по нам. Нам, конечно, дают огромнейшее преимущество просто на раз-два переграть того же рикошетика. И с нами ничего плохого не происходит. По команде, конечно, пока что, ну, кисловата. Хотя мы две точки даже держим. Вижу, что ребята немного зажимаются. Хотя я тоже зажимаюсь, поскольку на смоке не стоит на маленькой дистанции отыгрывать. И пытаемся вернуться к точке, которая в центре была нами захвачена. Которую, как бы, пытаются отхватить. Но при этом, вроде бы, мы, наверное, не дадим. Да, парни там играют с защитниками, неплохо слили. Уже семя к одному, друзья. Сейчас, как только появляются вердрайвы, мы будем стараться наоборот. Теперь сближаться. Поскольку под вердрайвом на маленькой дистанции у вас есть возможность пробивать вражеские танки. Тем самым, конечно, в этой ситуации лучше сблизиться. И тем самым нанести огромнейший, просто безумнейший урон. Тем более подкрытого с действием, конечно, там цифры должны быть безумнейшие. Кстати, пробиваем. Васьпик тем самым не поставил бомбочку. Это хорошо. Давайте язитку пробьем. Если мы, конечно, догоним. Играть, конечно, на вердрайвке и гоняться за кем-то на дроне бустер не самая лучшая идея. Поскольку, ну, скорость она такая огромнейшая. Тем более против легких танков. Но я думаю, что в некоторой степени все равно будем справляться. Пробиваем, друзья. И уничтожаем до 1300 урона. Васьпика уничтожаем. Бомбочка, конечно, не позволяет нам оставаться на позиции. Ничего страшного. Мы просто скрываемся за здание. Тем самым на нас статус эффект подавлений не накладывается. И мы дальше можем продолжать комфортно себя чувствовать. Набив уже 10 килов за три мюнка. Играет половинчик против на луканчике. Тоже хорошая довольно комбинация. Не во всех ситуациях, конечно, тоже можно комфортно играть. Но я думаю, что те игроки, которые почаще отыгрываются, уже понимают, в каких ситуациях они будут чувствовать себя более комфортно. А где лучше, возможно, переодеться и что-нибудь другое для себя подобрать. Пока что активируют дэшку. Хотя в моем случае, играя на бустере, наоборот, лучше дэшку, а потом дэшку, чтобы два припаса мгновенно с респа активировать. Но поскольку зачастую бывает, что на видеороликах берут те или иные дроны, которые на стримчиках зачастую не используют. Либо на последней игре, поскольку зачастую сейчас я играю на кризисе. То, конечно, в этих моментах бывает впутный порядок прожатия расходников. Но я думаю, что вы должны это понимать, поскольку последним новшеством в моем гаражике, то, что кризис появился, я, конечно, предпочитаю на кризиса. Да, припасов много тратят, но вы понимаете, что в моем случае, конечно, эти затраты могу себе позволить. Так, по-моему, таки дайм, который имел небольшую неизъемость, 1300 урон, друзья. Но просто викинг улетает. Понятно, что без дэшки с двух, ну, практически, да, с двух, может быть, с трех тычек, если, конечно, он прокачан, поскольку без прокачки у викинга, по-моему, 2600 урона, брони. Прокачка, конечно, около 3000, который как раз уже позволяет и выдержать две смоки, а потом уже с третьей погибать. Есть, кстати, против фризиста в этом матче, либо, по крайней мере, ребята уже начинают одевать. Снимаем одного парня, уничтожаем красиво. Можно, кстати, немного сблизиться, той же рейсепа сбивать прицел, даже слить. Я вижу смока против игр, который мы можем уничтожить, потому что есть овердрайв-палагина, который пробивает за 2 секунды, вот даже вместе с нашими ребятами мы уничтожаем, и можно немного позахватывать точку, заодно еще вернуться, может быть, даже к точке, которая находится на базе, хотя с овердрайв-палагина лучше всего, конечно, искать вражеские танки, как раз они и есть на нашей базе, но их многовато, хотя многие разъехались, можно пробовать переиграть. Вороня, конечно, пропал, мы сейчас дождемся дашечки халявной, довольно уверенной, и будем уже пытаться хотя бы доиграть эпизодик и обратно вернуть себе точку, которая находится в нашей базе. Кстати, смакали страйкер, страйкер, наверное, оглушил вражеского парня, это очень довольно было вовремя. И давайте пробовать зитку разбирать, которая находится в овердрайве, понятно, что если мы спрыгнем, она поражена с овердрайв, поэтому мы стараемся не торопиться, довольно быстро разобраться далека, и потом уже сблизиться с точкой, 17 килов, друзья, 17 килов, у нас даже легенда играет, которая не имеет, получает резистов, мы, кстати, тоже такие видеоролики подобные записывали, когда играли без резистов, без дронов, без всего остального, если вам что-то подобное тоже будет интересно, напишите, может быть, что-нибудь запишем, на чем же сейчас можно играть, не имея, допустим, дронов, не имея резистов, хотя, честно, я не представляю, на легендах, как можно так продолжать играть, и почему до сих пор не были куплены те или иные вооружения. Кстати, небольшой лаг происходит, ладно, не критично. А вы, кстати, друзья, напишите в комментариях довольно интересную тему, в последнее время я задумываюсь о том, что, возможно, есть на канале очень много зрителей, которые имеют не столь огромнейшие звания, то есть не легенды, там, допустим, майоры, капитаны, бригадиры, хотя, мне кажется, основные аккаунты, наверное, многих уже прокачаны до легенды, но если вдруг есть такие ребята, которые не прокачались еще, может быть, не знают, на чем же играть на более низких рангах, да, вам тема будет интересна с низкими рангами, там, полковниками, майорами, да, в целом, напишите поподробнее, какие у вас есть звания, может быть, даже запишем видеоролик с такими званиями. Я думаю, что такая возможность будет, и сможем на более низких рангах поиграть на тех или иных комплектах, то есть у нас есть магазинчики, комплекты, которые позволяют нам те или иные вооружения покупать довольно выгодно, да, на маленьких званиях. На легенде, понятно, мои никаких комплектов, никаких доступных вооружений нет уже, поскольку все куплено, но, может быть, если такой есть интерес к этой тематике, то напишите, может быть, даже что-нибудь подобное в скором времени запишем. А я пока что в очередь, друзья, пытаюсь, ребят, во-первых, пробивать, там, конечно, изида просто мгновенно лечить парня, мы ее, в первую очередь, сливаем, теперь можно и кроссейтером разобраться, слили даже с двух, по-моему, смог неплохих, и давайте плодинчиком, которым мы занимались, по итогу, ребята даже быстро добили, поскольку и пробитие там вроде бы было, если бы даже не было, то находился без ДАшки. Я быстро смещаюсь на свою базу, наверное, хпшечки не хватает. 23 кг, друзья, 600 очков на смоке за полматча. За полматча на смоке, который доступен за кристаллики. Да, на плодинчике, может быть, немногие ребята еще сыграют, поскольку корпус еще, возможно, не все купили, хотя у нас есть первая часть видеоролика, в которую мы играли, просто на Диктаторе, которым тоже себя довольно комфортненько чувствовать, поэтому, если плодинчика нет, не критично, берите Викинга, Хантера, Диктатора, какого-нибудь, может быть, даже того же Хорнта, хотя на Хорнке в плане хпшечки, конечно, будет тяжеловато отыгрывать, тем более в этом формате, когда вам нужно чуть-чуть больше брони иметь. Но я думаю, что любой игрок, который умеет довольно неплохо справляться и вооружение довольно прокаченное, может себя почувствовать более комфортненько, с хорошим опытом игры, даже на Хорючке. Так, давайте пробовать резидку. На нашей базе разобрались, меня разобрали тоже быстро. По резистам я вроде бы еще не сказал, один лишь резистик, то есть от смоки совсем резистов не берут, тем самым пушка довольно становится актуальной, как по мне, если сравнить с тем же Громом. Хотя от Грома, мне кажется, резистов не так много, тоже вижу лишь один резист, но при этом Гром мне чего-то в последнее время прям вот не нравится, не заходит. Кстати, страйкер на глушение играет, который аж двоих застопил. В прошлый раз у нас тоже немного спас, застопив лишь одного РК. Тут же, конечно, двоих обезвредил, тем самым тоже довольно неплохо. Такой микромомент, скажем так, сыграл в нашу пользу и помог довольно приятненько. Давайте пробовать дамажить. Кстати, четыре оппонента против, конечно, нам не стоит сближаться с ними, поскольку на раз-два нас переиграет, поэтому мы стараемся держать определенную дистанцию, которая позволит потихонечку, может быть, каждому разбираться. Но там несколько айзид, которые друг к другу лечат. Конечно, мы против таких парней не, наверное, не сыграем грамотно, либо не переиграем, поскольку какой-нибудь фриз было бы, конечно, в этой ситуации гораздо гуманнее. Сразу же нескольких оппонентов сливать. Тут же, конечно, смока, который бьет лишь по одному, и тому парню, за которым стоит еще несколько айзид, мы в этой ситуации не подсильны. Давайте пробовать центральную точку захвата. По точкам у нас пока что есть какое-то определенное преимущество. Оно не безумное. Есть, конечно, шанс, что можем даже и не выиграть, хотя минут еще много. Паладинчик овердрайв у меня уже потихонечку накапливается. В целом, овердрайв довольно быстро копится, хотя на многих корпусах тоже довольно быстро копится, но с тем условием, что вы грамотно играете, довольно быстро уничтожаете вражеские танки. Тем самым, чем больше киллов, чем больше эффективность в вашем бою, тем проще вам накапливать те же самые овердрайвы, даже на тех корпусах, на которых они, может быть, не так быстро копятся. Допустим, на Викинге, да? На Викинге там чуть ли не 5 минут вы копите овердрайв, вроде бы 360 секунд, даже 6 минут, если я не ошибаюсь. А может быть 280. Ну, там, конечно, цифры просто безумные, но при грамотной игре, конечно, можно немножечко быстрее копить. Это при условии, если вы вообще не играете. Конечно, Викинге, играя активно, вы там будете довольно быстрее с этим всем справляться. Давайте нашу базу очистим. Попробуем быстренько разобрать противника. Точка С захватывается. 810 очков, 33 килла, друзья. Это, получается, 2-3 матча прошло, то есть примерно 50 киллов за матч, при хорошей игре такой, уверенной. Его, наверное, можно бивать. На смоке, на которой, ну, не знаю, реально, ребята так много отыгрывают. Отлично, я тоже на смоке не так часто играю. Но, может быть, даже некоторые ребята после этого обзорчика оценят опушку, которая сейчас реально показывает довольно-таки приятные результаты, честно. Очень приятные. Да, конечно, под Вердрайвом Паладина криты не такие огромнейшие, но без Паладина Овердайва, либо обычный урон, который не игнорирует Вердрайв Паладина, просто залетает на ура. Просто безумничество. Кстати, о рикошете, который сейчас, наверное, оверху завезет. Да, я на это рассчитывал, поэтому решил сразу увернуться. Давайте подамажим Викинга. Тысячу урон, друзья. Три таких смоки, и Викинга просто нет. Понятно, что аптека и запаси какая-то определенная. Но жестко, жестко. Реально, смока показывает себя неплохо довольно. Особенно, если у вас смока еще с каким-то статус-эффектом определенным, как я говорил ранее, там на оглушение, да, допустим, то это, конечно, довольно приятно. Там, конечно, урон чуть пониже будет, поскольку у нас адреналинщик сейчас в данной ситуации. Но, когда вы оглушаете противника либо отключаете припасики, конечно, жестко. Парни там уже в чатике пишут, что-то, блин, дофига. Если более донатная зависимая игра. Видимо, ребята переживают, что, наверное, за счет нашего вооружения, которое мы задонатили, хотя, честно, я в игру не вкладывался. При этом на плодиночке, на котором, ну, как бы, вроде бы за кристаллики доступные. Я не знаю, почему ребята, да, расстраиваются, что некоторые игроки играют на плодино. Как бы общедоступный корпус, который в любой момент можно приобрести, если, конечно, вы имеете такую возможность, поскольку, ну, многие ребята, даже и тысячу кристалликов, к сожалению, в нашей игре не могут себе позволить заработать за матч. Хотя у нас 15 минут на бои, в которых реально сейчас довольно можно много кристаллов за бой фармить. У нас уже, друзья, тысяча очков. Три минуты до конца, 43 килла, и, мне кажется, за три минуты мы точно 7 киллов набьем, и как минимум 50 киллов в матче контрольный точек у нас будет. Тем более у нас битва до 50 точек, которая позволяет еще и играть, и играть. А это, кстати, Пикс, по-моему, Вулкан, что ли, против или нет? Про... А, Изида. Кстати, Изида, которая не имеет много GS. Друзья, если вам будет интересно Изида на лечение, потому что в последнее время замечаю, что Изида на лечение как-то очень много зарабатывает. Очки за лечение, как ни странно. Очень много, реально. Хотя об этом вроде бы нигде не писали, и вроде бы таких семей не было. Поэтому, если вдруг интересная тема будет, либо вы можете об этом что-то написать в комментариях интересные, какие-то познавательные вещи, то напишите. Может быть, будем в курсе. Меня, кстати, оглушили. Я проюзаю сейчас Дашечку. И, может быть, даже до аптеки дожьем, поскольку мы вроде дистанцию держим неплохую. Наши ребята прикрывают. И теперь можно обратно возвращаться, прожимая аптеку, имея полное здоровье, и пробовать захваты точки. Дальше возможно сбивать рельсом прицел, потому что у нас смока, который имеет физическое воздействие, которое позволяет просто рельсом сбивать прицелники, которые далека пытаются, возможно, по нам стрелять. Поизитки давайте понакидываем, который имеет ввердрайвик. Мы быстренько спрячемся за стеночку, тем самым не получим по себе статус-эффект подавления, там, оглушение вроде бы, и поджиг. Довольно таких много статус-эффектов, которые у вас помощь каваспика накладывает. И, кстати, на распав у нас противника ходится. Надо бы с ним разобраться, потому что нашим парням, конечно, тяжеловато, когда у нас на распаве несколько противников. Благо, есть нюзимы 6 секунд, которая позволяет их переиграть, да? Но все равно неприятно, когда у вас, допустим, лишь одни расходники, а против вас там банда еще и паладинов, которые на ввердрайвах просто стресс-помочат, уничтожают. Поэтому помогаем максимально быстро, и теперь давайте ввердрайвик используем, хотя поторопился, наверное. А поскольку у меня брони не было, но я думал, что рикошетик, который сверху проезжал, наверное, мимо проедет и к нам на точку доберется, но, видимо, увидел нас быстрее, решил с нами справиться. Давайте пробовать, визитку разбирать, которую его будет в какой-то степени лечить, и дождемся ввердрайва, и сможем по-хорошему, может быть даже переграть, хотя кто-то меня глушает. Интересно, кто? Какая-то смока, что ли, глушает? У них на... А, Риса на глушение играет. Да и смока вроде бы на глушение, если не ошибаюсь. Два... Две пушки, которые глушают. Ну, жоско-жоско. Кстати, мы по точкам немножечко уже начинаем проигрывать. Ну, как проигрывать? Счет, конечно, наш в пользу, но я вижу, по захваченным точкам, конечно, немножечко позиции мы, к сожалению, отдаем. Юзу ввердрайве, который позволит нам хотя бы обнулить точку и нам даем себе возможность, наверное, уже стопроцентную выиграть данный матч, в котором нос смока реально показала себя очень довольно неплохо. С хорошей стороны, я до сих пор не понимаю, почему в нашей игре смок не так много играет. Хотя уже такие изменения произошли. По-моему, получается, две недели назад. Две недели назад, которое изменение было направлено с нерфом дальности многих вооружений, включая смоку, но при этом и многие параметры на смоке увеличились, друзья. 8 тысяч кристалликов, 1230 очков и 50 киллов сделали. 9 смертей лишь. При этом, играя на бустере, ну, понятно, что бустер довольно актуальный дрон, но при этом уже цифры у него не такие огромные, как раньше в плане урона, да, лишь отличие в 15% от того же прокачанного брута. Поэтому не забывайте, то есть, играя на обычном бруте, у вас цифры в плане урона не сильно будут отличаться. Да, конечно, два расходника вы не имеете возможности прожимать, но все равно довольно все грамотно, сочная эпитин, друзья. Но легенды, конечно, в нашей игре в последнее время не сильно радуют. Я вижу, что джески, конечно, против не все такие грамотно играли. И 5 тысяч, и 6, и 7 тысяч, которые не пользуются дронами, к сожалению, до сих пор, наверное, не поняли, что дроны очень сильно решают в нашем проекте. Даже тот же дрон, брут, который довольно выгодный, который довольно доступный, тоже довольно большое преимущество вам в игре будет давать. Друзья, вы напишите, что думаете об этой смоке, потому что мне смока очень зашла. Смока, которая доступна за кристаллики всем, то есть, любой зритель, который посмотрел этот видеоролик, даже в этот день, который вышел в видеоролик, вы сможете выгодно смоку купить. Честно, не помню, сколько стоит, наверное, 1245 без скидок, со скидкой, наверное, 1125 будет стоить, поэтому штука выгодная. Если вдруг играете в смоке, и вам в целом геймплей подобный нравится, то, конечно, смока вам очень сильно зайдет, и пока что она очень даже хорошие результаты в наших матчах. Пока в любом формате, в целом, можете отыграть, даже в том же Джаггерна, а у тебя в целом, даже очень неплохо, поскольку вы не имеете статус эффекта, который нервит вам какой-то определенный урон, а лишь наоборот добавляет, и тем самым против Джаггера будет очень круто играть. Поэтому, друзья, ваши комментарии, жду в чатике по поводу всяких тем, о которых мы сегодня говорили, по поводу устройств, возможно, комплектов, которые находятся на более низких рангов. Поэтому не забывайте оставить комментарии, поскольку от вас зависит, будем ли мы что-нибудь подобное записывать. Ну и также те ребята, которые, возможно, заинтересованы в этом, увидели комментарии, не забывайте его поддерживать пальчиком вверх, чтобы мне было понятно, что вам также это все интересненько. Друзья, на этом моменте будем потихонечку завершать. Вам спасибо огромнейшее за просмотр. Не забывайте обязательно на канал подписываться, если до сих пор этого не сделали, прожимать колокольчики. С вами был Immortal Hero. Тех с наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин